Дмитрий Беляев Много, чуть ли не 13 штук И все что ли поддельные? Все 13 Ну про 13 вообще сложно сказать Потому что этот миф появился где-то году в 2007-2008 Я пытался последить его корни Но как бы корней не нашел То есть кто-то придумал, что их 13 Четыре в музеях, остальные в частных коллекциях Но проверить как в частных коллекциях это довольно сложно, естественно Поэтому мы будем говорить не о 13 А вот о самых известных Даже о трех самых известных А про 13 это вот пример такого самозарождающегося, саморазвивающегося мифа Очевидно где-то в преддверии выхода фильма про Индиану Джонса И королевство хрустального черепа Хрустальные черепа соединились с тем, что число 13 Священное число в Мезоамерике Появилось где-то там про 13 черепов Оно начало распространяться, распространяться Потом оно слилось с мифом о конце света в 2012 году И уже с РЕН-ТВ приходили люди и говорили Где же, где же эти 13 черепов соберутся, скажите Мы поедем и сделаем прямой репортаж Так что вот как раз здесь это для тех, кто изучает Как формируется современный миф Очень интересное явление на самом деле И собственно говоря Мы начнем говорить о хрустальных черепах Как о таком известном артефакте Популярной культуры И культуры связанной с различного рода мифами А до Колумбовой Америки Вот из них самые красивые Ну два, так сказать, которые в правом нижнем углу И в левом верхнем, они так чуть-чуть Видите, странненькие А вот два из них действительно очень красивые Собственно говоря, мифы об этих черепах Они такие очень интересные Они, как я повторюсь, самораспространяющиеся И в действительности подъем к ним интереса Произошел во второй половине 20 века Когда появился миф о знаменитом хрустальном черепе Как таинственном артефакте из цивилизации древних майя И связано это все было вот с этим черепом И вот с этой приятной старушкой Ну она, так сказать, в 30-е годы Была совсем молодой, юной тинейджер И, собственно говоря, она и запустила миф о том Что на руинах древнего города майя Она, значит, ведомая какими-то спиритическими настроениями Нашла вот этот вот череп, да, и череп этот, он такой вот великий И так далее И в 60-е, 70-е годы это вот все пошло в массовую культуру И с этого, собственно говоря, мы и видим начало вот этого красивого Ну красивого для кого-то, для кого-то, наоборот, пугающего мифа Собственно говоря, что это такое? Так называемый череп Митчелл Хеджеса И приемный отец вот этой, да, будущей старушки Тогда молодой еще Значит, да, Фредерик Альберт Митчелл Хеджес Он был британским путешественником, да, таким, так сказать, рыбаком Спортсменом, вот, еще немножечко плейбоем Ну и, в общем, да, вот фигурой такой характерной для Великобритании той эпохи Ну это вот, да, сериал Джис и Устер, собственно говоря Он бы там прекрасно вписался, я очень жалею, что его там нету Вот, и он сам про себя, вот, в справочнике писал, чем он занимается Да, в ловле крупной рыбы Самая крупная рыба, которую он поймал, это, казалось, это самый хрустальный череп, на самом деле И, да, город, где якобы он был найден Древний город Лубантун, слово такое красивое Значит, да, нашли его в начале 20-го века На самом деле, руины были известны с конца 19-го Да, и вот Томас Ганн, такой местный в британском Гондурасе медик Который был еще археологом-любителем Вот, он впервые его посетил Потом там работал американский исследователь Реймон Мервин И, да, в конце концов, ну, в общем, археологам-то руины были известны Но Митчелл Хеджес в своих популярных работах Рассказал, что он открыл этот древний город И ведь именно там, на этих руинах, якобы был найден этот самый череп Да, Митчелл Хеджес действительно на этих руинах был Более того, в свое время, когда вся эта история развернулась Там я дискутировал с некоторыми поклонниками этой красивой истории И говорил, что он не вел раскопок Нет, на самом деле он как бы присутствовал Да, не то чтобы он вел раскопки Он вместе со своей подругой Леди Ричмонд Браун Присутствовал в 1925 году И потом еще даже в 1926 на руинах Потому что он был спонсором Вот, ну, они вдвоем с Леди Ричмонд Браун И вот, так сказать, вели раскопки Они с Томасом Ганном Но как раз, да, вот отсюда, очевидно, вся эта история идет Сам Митчелл Хеджес рассказывал, что он был руководителем экспедиции Он лично все это открыл Великий затерянный город И так далее, и так далее Ну вот фотография действительно показывает, что он там был Вот он сидит с бородой такой А Томас Ганн скромненько уселся на самом краю И вот, собственно, появляется в этом мифе первая версия Что вот Анна Митчелл Хеджес Давайте от экзотики и мистики отнимемся Что она нашла этот череп во время раскопок на руинах Ну вот, да, значит, на самом деле, конечно же Мы понимаем, что, да, они постоянно путались в показаниях Что она, что ее отец Да, то 1925 год появляется, то 1926 Значит, да, сам Митчелл Хеджес упоминает 1926 год Да, в своем первом письме Анна тоже пишет по 1926 год Потом она, да, вот это, так сказать, цитата из ее письма Которые, да, можно найти в интернете копию Вот она специально рассказывает На самом деле, по статьям куратора Британского музея Томаса Джойса Видно, что в 1926 году, да, там был Митчелл Хеджес Но не было никакой его приемной дочери Да, вот эта, так сказать, версия сталкивается с документальными свидетельствами Значит, да, чуть позднее пошла версия, что это был 1924 год Ну, или почти 24-25, да, вот Значит, это самая красивая, вот последняя история О том, что нашел в 1924 году папа, но отдал Майя Майя хранили, а потом в 1927 ему опять вернули Очень тоже трогательно Вот, и, значит, а вот поскольку девочка мистическую связь имела с этим черепом Ей разрешили его достать Значит, на самом деле вся эта история Что происходило в 1925 году в Лубо-Антоне Она хорошо описана в книге как раз Ганна Да, вот ее можно скачать, посмотреть Это такое полуприключенческое, полуархеологическое чтиво И там, на самом деле, очень многие люди описываются Проводники, механики, вот даже покойная обезьянка, ручная Майкл Там про нее говорится Ни слова не говорится о том, что там была девочка какая-то Поэтому, вот опять-таки, да, реальные свидетельства Они показывают, что никогда Анна Митчелл Хеджес в 20-е годы Ни на каких раскопках не была И, соответственно, да, никакого черепа найти не могла Ну, ладно, да, допустим, что нашла не она Нашел все-таки папа И, да, потом ей передал Но она приукрасила, потому что вот приемного отца любила И так далее, в конце концов Кто из нас не без греха и не любит рассказать что-нибудь эдакое Про археологические раскопки Тем более, если сам там был Но на самом деле, да, мы понимаем, что в действительности Да, все раскопки и все находки, которые были Да, во время сезона 25-го, 26-го, 27-го годов Там, да, все документировалось Потому что, действительно, это была такая история Для британской публики очень интересная Да, вот, например, фотография таких довольно Не очень хорошо сохранившихся артефактов Но ни при какой такого рода череп И вообще ни про что связано с этим черепом Никто не говорил Это экстраординарная находка В общем, да, поэтому никакого археологического Реального контекста у нее нету А для археологов это самое важное То есть, это череп с какой-то темной непонятной историей Да, то есть, в реальности Вот, отвечая на этот самый миф С двумя этими подверстиями Череп Митчелла Хеджеса к мае Никого отношения не имеет В Лубанту не найден, не был Ну, а где был найден, в общем, сейчас, да Давайте, так сказать, посмотрим Вот, да, версия номер два Которая тоже появляется Что якобы где-то Митчелл Хеджес его купил Но не хотел это открывать Потому что незаконно ввез Боялся преследований Да, в общем, в 20-е годы В Великобритании никаких законов О запрете ввоза чужого национального достояния Культурного не было Наоборот, это очень приветствовалось Так были созданы британские музеи И, собственно, да, Митчелл Хеджес и леди Ричмонд Браун Везли довольно большую коллекцию этнографическую индийцев куна из Панамы Тоже, в общем, никаких проблем у них с этим не возникло Так что это опять попытка навести Такую своеобразную тень на плетень Где-то все-таки нашел Итак, да А, собственно говоря, что мы про этот череп Тогда реально знаем Если он не был найден в Лубантуне Благодаря исследованиям специалистов В общем-то, понятно, что впервые И он появляется в 30-е годы И была даже изна статья в антропологическом журнале Мэн, посвященная сравнению Морфологических характеристик этого черепа И череп, который хранится в Британском музее И в этой статье специально разбирается И указывается, что принадлежал этот череп Вот тот, который Один в Британском музее Другой хранится в некоторой коллекции Коллекционера и антиквара Сидной Берни Если мы посмотрим, то вот Это фотография этого самого черепа Сидной Берни А это фотография черепа Мичи Хеджес Это он самый Но это, опять-таки, довольно давно известно В этом нет ничего нового Что мы знаем про этого самого Сидной Берни Это известный коллекционер Много сделал для пропаганды искусства Не европейского в Европе И, собственно говоря, он в общем В 33-м году, в начале 33-го года Этот череп где-то купил И об этом сообщает различным В том числе куратором музеев американских Считая, что надо на нем заработать, конечно Вот он пишет, что я прикупил череп Не хотите ли, может быть, с ним ознакомиться Может быть, он будет вам интересен Обращается он в музей естественной истории Американский И потом в переписке с известным Американским археологом Жоржем Ваяном Он тоже, в общем, говорит Я купил этот череп И сообщает немножечко о его истории Что он принадлежал коллекционеру Коллекционер купил у какого-то англичанина Дальше ягод найти не смог Ну, в общем, собственно говоря Стоит он 1000 фунтов Ну так, в конце, на всякий случай Прикупите 1000 фунтов большие деньги По тем временам, конечно же Собственно говоря Что мы знаем дальше Как к Митчеллу Хеджерсу он попал В 43-м году его Сидный Берни Выставил на аукционе И Митчелл Хеджерс Его, кстати, уже дешевле купил За 400 всего фунтов Не за 1000 Вот это, собственно, копия странички Из каталога аукционного дома И потом сам Митчелл Хеджерс Про это тоже говорит Ну, здесь длинная такая цитата Кратко Он брату пишет в письме Что вот я прикупил череп И тут впервые появляется история Про то, что он супердревний 1800 до нашей эры Что это майя Что тут жрецы майя упоминаются И вообще он уникальный Опять-таки вспоминается Про череп из британского музея Вот, когда же появляется история Про то, что Митчелл Хеджерс Его нашел Появляется она Вот, когда он сам Об этом начинает рассказывать Местным газетам Вот одна там местная Районная газета английская Большая, опять-таки, цитата С рассказом о том Что вот мистер Митчелл Хеджерс Вел раскопки в британском Гондурасе Как мы теперь знаем, не вел Значит, и нашел этот уникальный артефакт Вот появляются пять поколений Верховный жрец майя Все то, что потом появляется В книгах самого Митчелла Хеджерса Итак, ну давайте подумаем Что может быть все-таки Как-то вот Митчелл Хеджерс Все-таки бывал там Как-то он нашел На самом деле Мало того, что все эти обстоятельства Такие интересные Сам Митчелл Хеджерс Такой Остап Бендер Из британского Гондураса Это фотография молодого Эрика Томпсона Археолога, который потом прославился Благодаря битве за дешевровку Письменность майя с Юрием Кнорозовым Но Томпсон как раз начинал Работать в британском Гондурасе И в его работе Археолог Маятки Воспоминания Он Митчелла Хеджерс Постоянно вспоминает Вот знаменитая история Мне очень нравится Что сообщение про Что Митчелл Хеджерс Рассказывал, как на него напал Разъяренный игуан И как он с ней столкнулся И Томпсон саркастически говорит Что примерно так же опасно Как разъяренный кролик Есть и более серьезные замечания Потому что на самом деле Рассказы о том Что город Лубантун Такой таинственный Он его нашел И там белый человек не выживет Опять сам Томпсон пишет Я даже, говорит, я там несколько месяцев работал Стал сомневаться в своей родословной А в конце концов Самое страшное обвинение от археолога Митчелл Хеджерс Неизвестно, это ли фотография Или какая-то другая Он заставил рабочих из камней Которые там из расширенных зданий Есть, собрать стенку покрасившие И на нее фоне сфотографироваться То есть на самом деле Вот это не просто, так сказать, не археолог А вот человек, который максимально старался Красиво себя представить Поэтому вся информация, которая от него исходит Всегда должна восприниматься с большой критикой И моя любимая цитата, чтобы закончить Что вот он книгу издал «Земля чудес и страха» И Томпсон говорит, что для меня Чудом являлось Как вообще человек может такие Нелепицу писать А главный страх О том, что же еще он напридумывает Ну тут даже про Какая еще клюква развесится Или лапша подлиннее По-разному можно перевести Почему это важно? Потому что действительно Персонаж такой яркий И некоторые даже заявляли, что он прообраз Индианы Джонса Нет, он скорее Как раз действительно прообраз такого пола Остапа Бендера То есть в реальности что мы имеем? Череп был приобретен на аукционе В 43-м году До этого он был приобретен у какого-то коллекционера Сиднеем Берни А потом Митчелл Хеджес его купил Ну вот и все Где там дальше, что там дальше Знаем ли мы что-нибудь? Черепа же якобы очень древние Они же невероятно древние Некоторые говорят, что им 12 тысяч лет А некоторые говорят, что они с Атлантидой И так далее Что, собственно говоря, мы знаем про первые появления Вот здесь Митчелл Хеджес череп где-то в 30-е годы замирает А мы знаем про череп из Британского музея Очень похожий, только у него черюсть цельная А у черепа Митчелла Хеджеса она отделяется и на шарнирчиках Собственно говоря, он был куплен в конце 19-го века В 1898 году И даже вот есть такое первое указание В галерее Тиффани в Нью-Йорке И на самом деле мы знаем его родословную Вот такая красивая фотография Он действительно красивый И он впечатляет Поэтому понятно, почему к нему привлекалось внимание публики Был такой французский коллекционер Жен Бабан Человек, который подвязался на скупки древностей в Мексике Потом, когда в Мексике была французская интервенция Он еще больше на этом подвязался Занимался оценкой древности мексиканских для оккупационной армии Потом вернулся в Париж Человек, который очень много сделал для того Чтобы культурное наследие Мексики перекочевало в Европу В некоторых случаях он благодаря этому спас от уничтожения какие-то вещи Но очень многие вещи были чисто коммерческим предприятием И вот, собственно говоря, он впервые Из его коллекции стали появляться эти самые хрустальные черепа Он пытался вот этот самый череп Который потом попал в Британский музей И предложил его музею национальному антропологии Мексики Но мексиканцы как-то не восприняли его с восторгом И, в общем, пришли к выводу, что это фейк Что это подделка И тогда он перебрался в Нью-Йорк И там срочно опять стал его продавать Значит, опять-таки, вот благодаря исследованию Исследованию из Смитсоновского университета Джейн Волш довольно много стало понятно Вот есть фотография старая Коллекции Вабана И там на заднем плане что-то блестит И вот, судя по реконструкции, это и есть тот самый череп Британского музея Итак, значит, он пытается его продать в США Значит, приличные музеи его не покупают Покупает его калифорнийский бизнесмен Опять через галерею Тифа И потом разоряется Потом опять его, значит, возвращает в эту галерею И в конце концов его покупает британский музей Ну, для красоты Значит, вот, собственно говоря, что мы можем сказать Что на самом деле, значит, это была такая программа Есть еще один череп, который сейчас хранится в музее Кёбран-Ли На набережной Кёбран-Ли в Париже Вот видите, погрубее, сразу видно, да И такие глазницы несерьезные В общем, все как-то так паршивенько Значит, он точно был Бабаном продан Там одному молодому исследователю Альфон Сапинар, вот этого передал в музей Тракадаро А потом он, значит, попал вот в этот музей Кёбран-Ли То есть черепа, вот они от этого Бабана явно, в общем-то, и исходят Собственно говоря Так что реальность, да Два черепа из британского музея, вот этот вот, да, парижский Они явно попали, значит, на рынок от, да, значит, Былицкать Не самим лично сделаны Бабаном, да, но, видимо, где-то заказаны И он, в общем, это и пытался продать Дело в том, что там был даже целый миф вокруг этого Что он купил у некоторого французского офицера А французский офицер где-то его нашел в Мексике И вообще тогда про майя никто не говорил, да Они были древнемексиканские Почему? Потому что в 1870-1880-е годы про майя особо никто ничего не знал А вот Мексика, в смысле, да, астеки, они были известны Значит, да, вот тоже такая, так сказать, скучная немножечко реальность Еще один, да, очень важный миф Что технология изготовления хрустальных черепов Она непонятна современной науке Я, в общем, с ним столкнулся с этим мифом Еще когда был подростком Читал журнал «Вокруг света» еще в советское время Там было написано, вот, про Митчелы Хеджес, про Лобу Антун И что якобы, значит, исследователи из фирмы Хьюлит Паккард провели исследование Вот это я нашел на каком-то, даже не каком-то сайте В ЖЖ где-то цитату такую очень интересную Про некоторого инженера из Хьюлит Паккард Который говорит, что они что только не проводили И ничего не известно, и вообще непонятно, как его сделали Эта штука вообще не должна существовать Везде эта цитата На самом деле в фирмах Хьюлит Паккард, как фирма ответственная Опубликовала отчет о том, что они делали с этим черепом Что они с ним делали? Они его погрузили в какую-то жидкость И вот, собственно, изучали, как там преломляется свет Чтобы показать, что он из единого куска хрусталя Да, он из единого куска хрусталя Более того, челюсть, которая отдельно Она тоже из того же куска хрусталя В общем, все Никаких призм, никаких таинственных непонятных вещей Ничего этого Хьюлит Паккард не изучал Вот это официальная публикация Более того, один из инженеров, как цитирует главарь Батулли Он сказал, дайте мне год и сто тысяч долларов Я вам такое сделаю Я думаю, что никто бы из нас не отказался Особенно в 70-е годы такой суммы Да и сейчас, в общем-то Найдем таких инженеров И вот, изучали ли их черепа Как они были изготовлены? На самом деле, да Череп из Британского музея в 60-е годы Там осторожно писали специалисты Что технология явно не древняя Потому что там были и древние предметы Но может быть, кто-то взял древний объект И его немножечко подделал в 19-м веке Ну, все могло быть в 19-м веке, будем честны А в 2008 году в журнале археологической науки В очень престижном журнале Вышла статья, где специально показывалось Как исследовался этот череп И сравнивался с черепом еще один Из Мессонского музея Но он вообще поздний, он в 20-м веке объявился Собственно говоря, что там видно Что есть следы, вот эти концентрические такие Обработки, которые явно свидетельствуют о том Что использовалась некоторая машинная технология В смысле, что он стоял на некотором Очень быстро крутящемся основании А вот это реальный предмет из горного хрусталя Найденный из культуры миштеков Где-то 15-й и начало 16-го века Найденный в Мексике, в штате Охака Вот как обработано это То есть они шлифовали это Как-то как получалось Поэтому две этих картинки очень показательны То, что слева, это свидетельство, безусловно Обработки 19-го, наверное, века И, в общем, другие свидетельства примерно такие же После того, как Анна Митчелл Хеджес умерла Ее супруг, он предоставил Смитсоновскому институту Для исследования этот череп Вот они его исследуют Вот там, значит, было и под Обычный микроскоп его изучали И электронный микроскоп использовали И чего только не использовалось И были сделаны еще специальные Были сделаны слепки, чтобы его не повредить Такие силиконовые По которым изучалось, что же там на поверхности И, в общем, вывод, к которому пришла группа исследователей Во главе с Жейн Волш Он примерно такой же Что там есть вот эти концентрические такие Борозки и канавки Или линии, которые были использованы Современные технологии И какой конкретно, в общем, не говорится Ну, потому что экспериментов с этим черепом никто не проводил Он в частной собственности Кто бы еще дал по нему, значит, резцом пройтись Вот, он застрахован тем более И, в общем, все свидетельства, которые есть Они говорят о том, что, да, особенно, значит, да Там, где зубы, там тоже использовались современные Какие-то вещи Есть свидетельства алмазного Использования алмазного абразива Да, ну и все это говорит о том, что, да Использовались современные технологии Собственно говоря, да, вот она, эта самая реальность Да, череп, да, был создан с использованием технологии Оба черепа, да, и британские Мичелла и Хеджеса Были созданы с использованием технологии 19-го, 20-го века И, в общем-то, да, ничего такого сверхъестественного В их изготовлении нет Поэтому, да, что нам эта история говорит? Ну, в общем-то, история нам говорит больше о, да, значит, О тех, кто изготавливает фальшивки, да, о нечистых на руку дельцах от антиквариата Эта проблема до сих пор в изучении до Колумба в Америке очень серьезная Да, масса предметов, которые попали на рынок и в музеи в 19-м веке Оказалась в итоге подделками, да, в различных музеях Есть специальные шкафы, да, идешь, а там показывают красивые-красивые такие вазы Ты спрашиваешь, а что это такое? Они говорят, это подделки оказались Вот, и главное, она говорит о том, что интерес к доколумбовым культурам Он начинает формироваться во второй плане 19-го века, да, и первый, там, третий, двадцатого Но он такой еще не очень, так сказать, устоявшийся Потому что нет еще академической науки в этом направлении Что можно, да, что угодно выдать до древней артефакты Даже кто-то в это поверит, даже специалист из британского музея Но сейчас все, что вы скажете дальше, может быть использовано против вас В суде В некотором роде Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент Не на сцене, а на связи с нами Михаил Родин Научный журналист, историк Автор программы «Родина слонов» Автор журнала «Прошлое» И он очень вредный Да, у вас, Михаил, 10 минут Хорошо, я сказал бы, что даже не то, что вы будете дальше говорить Будет использовано против вас Но и то, что вы уже сказали Потому что, на мой взгляд, дядя Федор, неправильно вы мифы развенчиваете Вы себе что-то доказываете, а надо людям объяснять Сейчас я поясню эту сентенцию Кота Матроскина Смысл в том, что вы, как профессионал, цепляетесь за те вещи, которые вам кажутся подозрительными Но не развенчиваете огромное количество сомнений, которые остаются у нас, простых дилетантов И вот, собственно, один из них Большая часть вашего доклада посвящена происхождению и бытованию, как говорят ученые, этих предметов Но, что самое интересное, следуя формальной логике То, что они впервые, так сказать, в письменных источниках Эти черепа появились в середине 19-го, начале 20-го века Не говорит о том, что по дальнейшему своему происхождению Они действительно могут произойти из Америки Может быть, просто эти люди соревновались за право первенства в их нахождении И, кроме того, не кажется ли вам странным, собственно, вопрос, что за полторы сотни лет мы так не про один из этих черепов И не можем сказать, когда кто конкретно их сделал Мне кажется, это серьезный аргумент против того, что это поддел Ну, да, значит, я здесь процитирую, как это, на этом форуме это, наверное, неприлично Но, тем не менее, процитирую профессора Выбегалла Наука говорит, может быть Значит, если наука не уверена В данном случае, безусловно, на каждый комментарий можно выдать кучу комментариев Это абсолютно факт И мой опыт общения в свое время на почившем боди-форуме Мезоамерикару Показал, что, чтобы я не говорил про хрустальные черепа В конце концов, все равно люди будут говорить Ну, ладно, а значит, где-то их нашли в 19-м веке, а потом привезли и так далее Начать надо с четкой запреления того, что А. Не найден в Лубанту ни к Майе не имеет никакого отношения Б. Значит, никоим образом нет у него никакого реального происхождения И так далее, и так далее А вот дальше, конечно, можно предположить, что как-то вот где-то они все равно древние были И так далее Ну, это, да, здесь уже можно от профессора Выбегалла все-таки откреститься Вот, и, так сказать, вернуться к чайнику Рассела Да, ну да, тоже где-то он летает, безусловно Да, ну согласитесь, что в музеях, в официальных коллекциях Лежит огромное количество археологических артефактов Происхождения которых мы не знаем И археологический контекст, в котором они были найдены, мы не знаем Более того, многие происходят из частных коллекций Таких же шарлатанов, про которых вы говорили Но они почему-то признаются Ну, они признаются после того, как их ученые изучают и говорят Ага, вот мы знаем, что это настоящая вещь А вот это вот, например, как вот, да, я упомянул Целая коллекция прекрасной фигурной керамики из Уахаки Которая была в 1830-е годы, попала в Германию Берлинский этнографический музей признал, что это фальшивки Потому что они провели, в общем, специальный анализ Там, прежде всего, технологии изготовления И стало ясно, что это все фальшивки, которые местные крестьяне С большим удовольствием продавали этим белым путешественникам за большие деньги Так что какие-то артефакты действительно признаются настоящими Хотя контекст не ясен А какие-то, как эти черепа, не признаются Мы точно не знаем, кто их изготовил Ну, конечно, они были изготовлены как фальшивки Для продажи на рынке под видом настоящих Естественно, мы не знаем Нигде не написал никакой там резчик Я вырезал этот череп в 1872 году для господина Бабана Нет, конечно, этот черный рынок, он для этого и существует Но анализ хрусталя, он показал, что это хрустальская, судьба, вкраплением Либо бразильская, либо мадагаскарская Тоже к Мексике никакого отношения не имеет, ни к Гватемале Ну, можно предположить, что из Бразилии Но с Мадагаскара вообще сложно А вот как раз этот хрусталь стал на европейский рынок попадать во второй половине 19 века И очень популярен был в Германии И вот там я проводил цитату одного из коллекционеров американских Что по его сведениям в Германии заказал Бабан эти черепа Ну, а где конкретно, что ж, пока не знаем А может быть узнаем в Слуткинг записке какого-нибудь германского фальшивого черепщика И он напишет, а я вот сделал несколько таких черепов, а все этим занимаются Это же и сейчас существует Я знаю одну такую даму из Мексики Она традиционными методами изготавливает копии керамики Древней Маяской, очень красиво Там за 2000 долларов можно себе прикупить практически идеальную копию в вазы какого-нибудь царя Я вот все мечтаю накопить и купить И она говорит, что папа ее тоже этим пробавлялся И она даже знает те музеи в Америке, где стоят подделки ее папы Но никому не говорит Ну, то есть вы сами сказали, что на самом деле То, что хрусталь из Бразилии, это ничего не доказывает Уж для такой важной вещи могли действительно экспорты использовать экспортный хрусталь Хорошо, но также вы говорите, что исследователи доказали Что использованы технологии 20-го, 19-го веков Но это же тоже некоторое лукавство Потому что ведь эти исследования доказали Что использовались для отреза большого куска дисковая пила А для абразива использовалась алмазная корундовая крошка Но, строго говоря, это не технологии 20-го века Кто говорит, что нельзя было использовать то же самое у Майи? Дисковую пилу? Ну нет, с дисковой пилой у Майи совсем плохо Это я вот здесь как раз ученый мир абсолютно согласен Там с металлургией-то в целом плохо Напоминаю, что у Майи металлы в целом появляются в веке В 14-м, а то и в 15-м, медь и бронза Так что до дисковой пилы им было добраться сложно Вот, значит, да, с крошкой, ну крошка это да вечная тема Опять-таки, повторяюсь, никто экспериментов пока не проводил Ну прежде всего, потому что научному сообществу это не так интересно Инженер из Хьюлит-Паккарт в общем задал разумный вопрос Давайте найдем 100 тысяч долларов, сделаем эксперимент, Михаил Вот, найдем, может быть, не того инженера Какого-нибудь еще в Хьюлит-Паккарт в конце концов За хорошие деньги, я думаю, да, такой эксперимент провести можно Вот, в отличие там вот от того, что мы теперь знаем про изготовление, да, про пиление египетских блоков Да, вот благодаря экспериментам, поддержанным антропогенезом, форуму ученых против мифов Теперь мы знаем, как конкретное дело С черепами нет Ну знаете, они, да, все-таки, несмотря на то, что фальшивки, но красивые Поэтому взять и распилить их пилой, проверить, будут ли совпадать следы Я бы, конечно, на это пошел, но вряд ли британские музеи согласиться Но согласитесь, да, мы сейчас говорим о некотором виде трассологии То есть исследовании отпечатков следов, да, каких-то инструментов Даже дисковая пила не факт Это то, что мы видим следы, похоже на дисковую пилу Может быть, они какой-то другой способ применили, который был им доступен И при этом вы же не можете даже показать ни одного современного Ну мы говорим, да, что современными технологиями Ну покажите мне хоть один хрустальный череп Или, хорошо, хоть один хрустальный объект Подобной же сложности, который доподлинно произведен современными технологиями Ведь нет? Ну такой же сложности нет По частным коллекциям довольно много разных хрустальных черепов Я, например, в Гватемале такой один видел Ну не такой красивый, там такой дымчато Может быть, даже красивый, дымчато такой, значит, розовый был А кварц, горный хрусталь Какими технологиями он был сделан, я тоже не знаю Потому что, естественно, люди, которые его в коллекции держали Не давали по нему поцарапать чем-нибудь Таких-то, на самом деле, после того, как этот миф, так сказать, вошел в общественность Их стало появляться больше Почему здесь важна историография В использовании которой, меня вы обвинили в самом начале, Михаил Потому что, да, мы смотрим в 19 веке Их вот, да, две штуки, да, ну может быть, три Потом еще один в 20-м А после того, как вышел фильм про Индиану Джонса Ух ты, боже мой, они на каждом шагу стали появляться И все очень красивые А на сайте «Хрустальные черепа» предлагают даже 13 штучек купить Вот они, 13 черепов, пожалуй Наблюдаю ложную корреляцию Потому что в эти же периоды происходил процесс изучения мезоамериканских цивилизаций И, соответственно, логично, что чем больше мы их изучали И изучали, тем больше артефактов всплывает на рынок Безусловно, да Ни один, правда, из этих черепов, естественно, не всплыл Ни в каком археологическом контексте Так же, как и череп Митчелла Хеджеса Поэтому, в общем, здесь опять-таки вернусь Я к формуле профессора выбегала Есть у него некоторая сырмяжная правда Наука говорит, может быть А дальше, так сказать, будем смотреть Опять-таки в этом и состоит честность науки В данном случае, мы можем сказать Он не из археологического контекста, этот череп Человек, который его привнес в эту широкую общественную дискуссию Он Остап Бендер Ну, а дальше, конечно, кто-то поверит, кто-то не поверит Если вы поверите в то, что это подлинный артефакт, Михаил Я буду шокирован и поражен на голове души Я не верю Я выступаю с точки зрения тех вещей Которые, как мне кажется, остались неосвещенными Ну, с точки зрения простого обывателя Такого, как я И вот вы упомянули контекст Но я человек непросвещенный И я подозреваю У меня остается до сих пор Вы ничто не сказали про мезамериканский контекст Ведь там наверняка был культ смерти Ведь там наверняка делали какие-то черепа И была культурная традиция Которая в высшем своем проявлении Могла породить такие артефакты Да, безусловно, культ смерти Очень важный Черепа как символ Различный Символ перерождения в некоторых культурах Очень важный, что череп Череп противника трофейный Это важнейший символ власти Безусловно То есть могли все-таки Мезамериканские цивилизации Сделать что-нибудь подобное Да, знаменитые стены черепов Цампантли Это вообще супер-мезамериканская тема Как можно больше врагов убить Черепа их не в пирамиду Как на картине Верещагина Адской такую стеночку Вот И высшим проявлением Этокультурной традиции Мезамериканская Безусловно, стала подделка Этих хрустальных черепов Во второй половине 19-го И где-то в начале 20-го века Вот, да, бабаном И кто делал череп Митчелл и Хеджес Мы не знаем Может быть не бабан, а кто-то еще Вот Конечно, они были вдохновлены Безусловно Никаких сомнений И тут я не буду спорить Ну, то есть Точно так же могли быть вдохновлены Черепами, которые точно происходят И мы знаем, что из археологического контекста И те же самые мастера мезамериканские Без проблем Дисковую пилу надо найти еще В восьмом веке нашей эры И тогда проблем нету Предмет, который оставляет следы Похожие на следы дисковой пилы Настаиваю Вынужден в лице официальной науки Прервать ваш скепсис, Михаил Прошу сейчас зрителей проголосовать Насколько вредным был наш вредный оппонент Был ли он добрым другом Или он был настоящей грозой Нашего дорогого докладчика Грозой был Проголосуйте, пожалуйста Друзья, я на всякий случай напоминаю Что впереди у нас еще самая Интересная часть доклада Я знаю и даже вижу Что некоторые уже пытаются сбежать из зала Не дождавшись перерыва Но имейте в виду Помните Пингвин Опитек следит за вами И коллекция нашего пернатого антрополога Будет украшена новым Отнюдь не хрустальным черепом А сейчас Нам прислал вопрос Наш самый независимый зритель Включите, пожалуйста, видеовопрос По-вашему Раз черепа созданы с помощью Высокотехнологичных инструментов То создать их могли только недавно И только в Европе Боже Как же вы близоруки Яма перед вашим носом Доказательство существования В новом свете древней Высокоразвитой цивилизации богов Они могли с легкостью размягчать камень И создали полигональную кладку В Мачу-Пик-Чу Они строили летательные аппараты Вспомните золотые самолетики Тайрона Разумеется И дисковые ультразвуковые фрезы Для обработки хрусталя Были заурядной частью инструментария Этой Замытой Цивилизации Парируйте Если есть что сказать Это не это самое Был придуман не только нашим Много уважаемым Наверное Критиком Эту идею высказывалась Очень многими Вот Фрэнк Дорлан Человек Который Помог Анне Митчелл Хеджес Создать шумиху Вокруг этого черепа Он вообще считал Что майя Это так Случайность А на самом деле Черепа были созданы В Атлантиде Ну череп Митчелл Хеджес В Атлантиде 12 тысяч лет назад Как он это датировал Ну неважно Потом они попали в Египет Потом его Египтяне передали Финикийцам Финикийцы приплыли В Америку И уже только потом Он остался в Америке Поэтому Да Вот этих вопросов Он тоже счастливо избежал Вот Это кстати инженеров Из фирмах Юлит Пакар Тоже очень удивило Они в своем отчете Специально это процитировали С некой такой издевкой Мол А как же он это доказывает Вот Но Присоединились К тому Что мы не знаем Нам дали посмотреть Мы в жидкость погрузили Да Значит Светом его исследовали И все На этом все закончилось Ну да Да С этим сложно спорить Конечно Да Может быть Они вообще из третьего Не как у третьего Шестого измерения Да Или седьмого Или какого-нибудь еще Вполне тоже возможно Да Вот так сказать А на самом деле Они раньше были плоские А форму такого хрустального черепа Они приобрели Когда они попали в наши измерения С нашими физическими свойствами Сложно с этим спорить Безусловно Мы все документируем Все ваши слова Сейчас вопрос от нашего зрителя Карла Августа Аванти Присланный заранее Повлекло ли появление Таинственных хрустальных черепов Желание поискать Посткраниальный То есть вот Скелет Остальной Изготовленный Из того же материала Или попытки Представить коллекционерам Что-то подобное Ну логично Раз череп есть Значит А где вообще Все остальное Кроме создателей фильма Индиана Джонса Карла Августа Крустального черепа Никто до этого не додумался Что еще раз показывает Что в Голливуде Все-таки фантазия Бьет ключом Так Давайте Дадим слово Кому-то Вот там Поднимающему руку Пожалуйста Представляйтесь Задавайте ваш Краткий Лаконичный вопрос Михаил Москва Дмитрий Большое спасибо Вопрос такой Если бы я был Майя И делал Череп Я бы его сделал Похожим на себя А проводились ли Исследования Вообще Вот этот хрустальный череп Он ближе К какой расе Или реконструкцию Может по нему Вот Это интересно Я как раз Когда Спасибо большое За вопрос Когда Готовил этот доклад Я посмотрел Нет Никто не пытался Реконструировать По этому черепу Антропологический тип Его Возможного Обладателя Так что В общем Все впереди Может быть Еще кто-то Сделает Вдохновиться Вот Но точно Не как в фильме Про кресло Хрустального черепа Индиану Джонса Вот Безусловно Не такие Они были Наверняка Череп Как отмечал Значит Отмечалось В статье В журнале Мэн Очень точно Передает Вроде бы Показатель Ну По 30-м На уровне 30-х годов Очень точно Передает Элементы Естественные Человеческого Черепа А вот Какой антропологический тип Какая группа Нет Никто не конструировал Вопрос От Дмитрия Решетникова Из Москвы Как вы думаете Какие артефакты Современной цивилизации Будут вызывать Споры археологов Далекого будущего На предмет Что не могли Древние Такого сделать Это подделка Это сложный вопрос Потому что Все будет зависеть От того Насколько Сохранится Традиция Письменная В данном случае Или какая-то Другая традиция Которая Передаст Информацию Об этих Древних Технологиях Потому что Если традиция Разорвется То любой Артефакт Наш современный Будет вызывать Такое удивление Точно так же Как Современные Жители Мексики Когда они находят Какие-то древние предметы Они считают Что Это вот такие Они называют Антигуас Некоторые Мексиканские группы Какие-то древние вещи Которые Обладают Магической силой И археологи Ходят И облизываются Говорят Такая красивая Статуэтка Наверное 14-15 века А она У местного Знахаря В руках И он При помощи Ее Общается С сверхъестественными Силами Так что Любой Любой артефакт Если Традиция Как он Изготавливался Теряется То он Будет вызывать У человека Такую реакцию При определенном Уровне Разрыва Традиции Любая Технология Будет неотличима От магии Тоже знаменитая В этом смысле Фраза Так вот Я вижу Тут девушка Руку поднимает Дайте микрофон Анастасия Москва Спасибо большое За реакцию Мы Выявили Что хрустальные Черепа Это фейки А скажите Какие еще Известные Псевдо Древности Есть В музеях Мифы О которых Уже Развенчаны Но они Там Как и хрустальный Череп Стоят Может что-то Из Атлантиды Из Атлантиды Нет Даже Череп из британского музея Там табличка указывает Что он Современный Они его по-прежнему Выставляют Как некоторый объект Но уже не говорят Что он древний Значит Ну вот Это Такая вещь Сложная Потому что Есть Определенные По некоторым поводам Есть дискуссии Да Вот Вместе Например С черепами Хрустальными И всякими прочими Делами Джейн Волш Например В качестве Подделки Обосновывала Что есть Такая знаменитая Золотая Статуэтка Изготовленная Астеками Где-то там В конце 15 века Который Возможно Изображает Правителя Тисека И на ней Иероглифическая Надпись И так далее Вот Джейн Волш Считает Что она Подделка Она Значит В Смитсоновском Институте Тоже хранилась Значит А вот Есть Исследователи Которые Считают Что нет Что она Не подделка Идет Дискуссия На самом деле Это вот Такая вещь Непростая Потому что В некоторых Случаях Вот как С черепами Хрустальными Почему В 30-е годы Все тем не менее Считали Что они Древние Потому что Не было Технологии Чтобы Внимательно Попытаться Реконструировать Технологии Изготовления Почему Люди Из британского Музея Купили Потому что Ну в общем Шансов Проверить у них Не было А мексиканцы Не поверили Вот в силу Такого Историко Культурного Контекста Потому что Там главная Аргументация Была такая Что Ну у нас Ничего Такого Нету Поэтому Скорее Всего Фальшивка Чем более Чего ждать От этого Француза Который 20 лет Назад Нас Окупировали Вот Там Еще Национальный Город Сыграл Свою роль И в итоге Мексиканцы Оказались Выигрыши Они Не потратили Денег На это А британский Музей Потратил Так что Каждый раз Когда возникает Вопрос Что какие-то Подделки Вот Сразу же Возникает Вопрос Что Кто их проверил Ну вот Недавно Карта Винланд Оказалась Подделкой Моя детская Легендарная История Про то Что до 14 века Знали Что есть Такой Винланд Америка Открытая Викингами Вот буквально Только Оказалась Подделкой Вообще Ни во что Верить Вопрос От Ивана Из Санкт-Петербурга Верны ли Рассказы О какой-то Роли Этих черепов В нацистской Германии В первой Половине 20 века Ну понятно Что не во второй Или это Стало приписываться Нацистам Уже в наше Время Ой да Это вот То же самое Я как бы Сказать В последнее Время Очень люблю Все эти вещи Это тоже Самозарождающийся Миф Никаких Свидетельств О том Что это как-то Было связано С нацистской Германии В сороковые Годы нету А вот В сети Особенно В Рунете Особенно Там Разного рода Блогах ЖЖ Это прям Аннрб Там Что только Нету И у меня Ощущение Что это тоже Где-то В начале 20 века Придумалось Может быть Не у нас Но у нас Приобрело Какую-то Жуткую Популярность Вообще Следует Отметить Что мы Даже с Александром Это обсуждали У нас В нашем Пространстве Интернет Эта тема Черепов Как-то До сих пор Гораздо Более Популярно Чем В западном Пространстве Непонятно Почему Давайте Дадим Микрофон В задние ряды Я вот там Вижу Огонек Горящий Но он Не совсем Конечно В задних В средних Рядах Скажем так Среднее Царство Наше Давайте Здравствуйте Большое Спасибо За лекцию Марго Москва Вот мы Все Говорим Про Запад Про Заграничные Страны А если В России Какое-то Импортозамещение С такими Уже Мистификацией Как эти 13 черепов Каштыбский Карлик Алешенька Я сразу Вспоминаю Ну это Наверное Скорее вопрос К специалистам По археологии Ну во-первых Ну безусловно Есть Ну точнее У нас Как У нас Своё У нас Не то что Прям совсем Заново Какие-то Вещи Но у нас Мифы По поводу Каких-то Вещей Да Ну там Знаменитые Мифология Вокруг Мумий Так называемый Принцесса Укока О том что Землетрясения Там произошли И так далее Но и свои Собственные Придумывают Что там Где-то Нашли Тоже Где-то На Алтае Какое-то Захоронение Многотысячелетней Давности Где прекрасно Сохранилось Чуть ли Не рептилоидно Или инопланетно Я уже забыл Значит Тоже Вот Принцессы Оно было Такое Женское По-моему Тоже Захоронение Как-то я уже Запамятовал Миллионы лет Миллионы даже Принцесса лежала В гробу Прям как новенькая И никто не целовал Миллионы лет Безобразие Потому что Все разочаровались И не верят больше В сказки Не нашлось Принца на белом коне У нас это тоже Появляется Но здесь Следует признать Что Здесь есть Некоторая Историко-культурная Традиция Я здесь опять Выставлю В роли скучного Лектора Поскольку Все-таки В советское время Это все Не приветствовалось И как-то проходило На такой Полумаргинальности Ну там Казанцев Всякие Журналы Техника молодежи Альманахи Неизвестные Альманахи Издательства Молодая гвардия Ну не очень Это все считалось Поэтому У нас не было Такого богатого Гумуса На котором Могло бы все взрасти Поэтому В основном Все это пришло К нам уже Во второй половине Восьмидесятых годов И наши Изобретатели Они изобретают Ну на основании Уже каких-то Существующих идей Но по-прежнему Все равно Вот этот вот Сильный оттуда Приход новых материалов Он по-прежнему Запада По-прежнему доминирует Но у нас есть И свои достойные люди Например Чудинов У нас есть Велесова книга Сегодня будет доклад Про Велесову книгу Но это эмигрантская тема Но она раньше Велесова книга Появилась Все-таки чуть раньше Она несовременная Мифология Значит вопрос От Идалтыча Из Пермского края Были ли находки Искусственных черепов Но не из хрусталя А из других Материалов Да Безусловно Такие встречаются Конечно же Это Абсолютно нормальная Была ситуация Потому что такие черепа Могли использоваться Как некоторые элементы Архитектурного декора Например Они могли быть сделаны Из штука Такой аналог гипса Лепные Могли быть такие Встречаются Там есть Были черепа Которые были изготовлены Из глины И они видимо имитировали черепа Может быть предков Может быть Тоже пленников Но в основном Как раз Мезоамериканская археология Оперирует с настоящими черепами В этом смысле У нас все хорошо было С этим делом Поэтому Если вам нужно Что-нибудь у себя В городке Выставить на главной площади Чтобы показать Какой вы великий Выдающийся политический деятель То лучший способ Это черепа ваших врагов Вот Поэтому Да Количество просверленных черепов Там вертикально Горизонтально Оно в каждом Приличном Проекте Археологическом Всегда Некоторые наличествуют Так что А зачем Их изготавливать Из сложных материалов Если можно врага Убить Отрубить ему голову Череп отполировать И выставить Гораздо проще Между прочим В этом смысле тоже Технология Но мы не рекомендуем Так делать Нет Конечно Конечно Экспериментальные Другие у нас будут Давайте балкону дадим Слово Пожалуйста Ваш вопрос Здравствуйте Я Глеб из Москвы У меня вопрос Грубо говоря Я услышал в интернете О какой-то древней реликвии Могу ли я ее Воссоздать Достаточно Точно Чтобы она стояла В музеях Многие года Спасибо Ну Если как бы Абстрагироваться От того Что вы Глеб из Москвы То в общем Попытаться Безусловно Можно Сейчас Это сложнее Потому что Появилось много Технологий Которые Позволяют Проверить И эту подделку Верифицировать И отвергнуть Но так Вообще Люди Это такие Как говорил Шерлок Холмс Все что придумано Одним человеческим мозгом Может быть разгадано Другим Здесь можно Примерно Так же перефразировать Все что сделано Одними человеческими руками Может быть подделано Другими Почему нет Другое дело Что да Все таки Сейчас Осторожность Сообщества Музейного Научного Она в общем Ну гораздо Существеннее развита Чем в конце Девятнадцатого Там до первой Повторых Двадцатого века Хотя и сейчас Случаются Ну не в моей сфере Ну хотя и в моей Иногда бывает Но в сфере Там не знаю Современного искусства Или там искусства Двадцатого века Постоянные истории О том что там Целые куски коллекции Оказываются подделками И так далее Но все можно подделать Главное Иметь талант В этом смысле И желание Потом подороже Продать Человеческая Вопрос от нашего Зрителя Пирожок с ковидлом Спрашивает Ранее я темой Хрустальных черепов Не интересовался Сразу извиняюсь Если вопрос глупый Но первая же мысль А пытались ли Эти черепа Датировать и как Ну имеется ввиду Видимо какие-то Естественно научные методы И другие зрители Тоже спрашивают Можно ли как-то Вот каким-то Физическим методом Попытаться определить Ну вот Попыток таких не было Да естественно Насколько я знаю Чтобы горный хрусталь Датировали Может быть конечно В последнее время Появился какой-то Там метод физический А тут не очень понятно Как Потому что Если мы получим Возраст материала Да конечно Другое дело Что да Если там будет Какой-нибудь супер Метод современный Но мы получим Возраст той горной породы Откуда этот кусок Горного хрусталя Откололи Ну и что Это кстати подход Всяких Поддельщиков Которые берут Старое дерево Из него вырезают Фигурку Продают Если датировать Радиуглеродом Дерево древнее Действительно Да Вот так было создано Очень много подделок Когда началась Популярность Искусства Древней Америки Было создано Очень много подделок На американском рынке Потому что Грабители Вскрывали Древние могилы Доставали оттуда Потертые сосуды Переправляли их Скажем В США А там умельцы Рисовали на них Да уже новые Вот вы смотрите Сосуд то сам Псидревний А вот изображение На нем совершенно современное Вот И в свое время Вот Специалисты по искусству Майен Пристолкнулись С довольно массовым Количеством таких подделок Да Была большая дискуссия Как значит Их распознавать И так далее Да Так давайте Все таки В задние ряды Дадим микрофон Вот там я вижу Вдали Огонек Качается Такой Здравствуйте Меня зовут Алексей Вы активно критикуете Теорию Древнего происхождения Хрустального черепа Но ученый Должен постоянно Сомневаться И интересно У вас Персонально Остались Какие-то сомнения Хоть какое-то сомнение В поддержку Этой теории Нет Не осталось Значит Да Ну вы совершенно прав Да Ученый должен сомневаться Ну точнее Когда так сказать Я в этом сомневался Я был еще не ученым Я был подростком Который Как я уже сказал Прочитал статью В журнале Вокруг света И мне показалось О какой интересный артефакт Но чем больше я узнавал Об истории До Колумбовой Америки Чем больше я узнавал Об истории Мезоамериканской археологии Чем больше я Разбирался в этом Потому что Собственно Долгое время Ну как-то Эти хрустальные черепа Никого не волновали А вот в начале Где-то году 2005-2006 Вдруг неожиданно Эта тема начала всплывать Там на форумах И так далее Сообщество Людей интересующихся Да Любителей В хорошем смысле Это очень Хороший Источник Для того Чтобы мы профессионалы задумались Люди стали задавать вопросы А вот смотрите Черепа И так далее Ну да И вот уже теперь Окончательных Никаких сомнений У меня конечно же нету Вопрос от Светланы Гусейновой Возможно ли В век капитализма Рассчитывать на истину Как на повсеместное явление Ну это зависит Конечно же От вашей Как это Антологической И эпистемологической Позиции Если вспомнить То чем у нас Учили на истории науки Ну а вообще Ну я все-таки Как это Шабаш у нас Официальной науки И я как человек Который работает В университете И даже частично В академии наук Тоже принадлежу к этому Поэтому я присоединюсь К высказыванию Залезняка Ну да Вот истина Она существует И задача науки В том чтобы Ее раскрывать Не приближаться Вопрос от Антуанетты Не связан ли Такой интерес к черепам С эпохой интереса К спиритизму И прочим Тонким материям Викторианской эпохи Насколько менее вероятна Такая история сейчас Да Вот абсолютно Разумный вопрос Да Я не стал просто На этом останавливаться Потому что Ну тогда бы мы ушли В как раз Скорее в области Сториографии Того как викторианскую эпоху Видели Безусловно Очень многие исследователи Вот как раз Да Там и Джейн Волш В своих публикациях Отмечают Что Да Во многом Да Почему именно черепа Не только потому Что это артефакты Древние Загадочные Да Мексиканские Но и потому что Вот викторианской Англии Эта тема Да Была очень популярна Черепа используют Как пресс-папье Там Чернильницы В их виде Были И так далее Тоже свою роль Безусловно Сыграла И может быть Как раз Вот эта анатомическая Близость К реальным черепам Это вот результат Того что Ну как-то такой Грубый Стилизованный Как в доколумбовом Искусстве Сложнее Было бы продать Да Вот И история С черепом Британского Музея Потом Мичелла Хеджеса Показывает Что они Гораздо больше Вызывали Всегда Интереса Чем вот этот Череп Парижский Который Ну вот Примитивненький Он как раз На древний Похож Больше В том смысле Что он Более стилизован Под То как Изготавливали Какие-то Изображения Человеческих Голов и черепов В доколумбовой Америке Дайте в первый ряд Микрофон Вот сюда Добрый день Алексей Низка Штыма Из мяса Там недалеко Вопрос Такой Все это звучит Очень грустно Все верили Что это Что это Что-то Древнее Хорошее Оказалось Подделка А есть Свидетельство Обратного Когда Долгое время Все были уверены Что это Подделка Но потом Какими-то Исследованиями Показали Что нет Это действительно Древние артефакты О Ну вот прям Таких Прям суперярких Чтобы все думали Что это 15 века Это оказалась Я не знаю Атлантида К сожалению Нет А я вспоминаю В Альтамире Живопись Пещер Вот Были примеры Такие Поначалу Когда была Пещерная живопись Найдена Все думали Что это Какая-то Непонятная вещь А потом Стало ясно Что это Палеолитическая Живопись Ну да Периодическое Уточнение Датировок Каких-то Артефактов Оно позволяет Например Удревнить Ну Здесь нельзя сказать Что прям Была подделка Но удревнение Шигирский Идол знаменитый Он С каждым Следующим Исследованием Все древнее И древнее Ну вроде Никто не писал Что он Подделка Насколько я Все-таки Помню Да Вот наверное Письменность Палеолитическая Письменность Живопись Палеолитическая Это самый яркий Пример Никто не думал Что люди В каменном веке Могут так Красиво Рисовать И поэтому Все считали Что это Подделка А неожиданно Оказалось Что да Да есть Ну есть Какие-то Отдельные Артефакты Которые Считали Что это Копия А на самом деле Оказалось Что может быть Не совсем Копия В прямом смысле Вот У нас Сейчас идет Дискуссия В нашем Маленьком Сообществе По поводу Двух вас Одна Находится В Америке В Бостонском Музее А другая В частной Коллекции В Гватемале Они друг на друг Очень похожи И как бы Какая из них Оригинала Какая фальшивка Понять невозможно До проведения Каких-то Анализов Более Таких Детальных И высокотехнологичных А на это У владельцев Гватемале Денег нету Вот Он все время Предлагает нам Сказать Найдите деньги Проведем анализ Моей вазы И докажем Что она подлиннее Ковбостоне Копия Причем поздняя Фальшивка Вот Так что Не только На хрустальный череп Нужно 100 тысяч долларов Еще вот На эту вазу Я бы с удовольствием Нашел Есть у вас идея Какой вопрос У нас лучший Был Среди прозвучавших Я честно скажу Все-таки Про посткраниальный скелет Он поразил Меня больше всего Про посткраниальный скелет Это вопрос От нашего Постоянного Подписчика Карла Августа Аванти Он получает набор Сувениров От gen.ru Давайте-ка мы теперь Посмотрим Результаты Оценки Вредного оппонента Насколько вредным Был Михаил Родин Ну Ну Это заявка Мастер Камерный вопрос Учитывая Что он нас Еще второй раз Сегодня будет Вредничать Вот Тот самый приз О котором я сам мечтаю Но который Мне не достанется Вполне может Уйти к Михаилу Но еще не вечер Так Друзья Давайте-ка посмотрим Сейчас на скетч Юлии Родиной Вот такой Вот Дмитрий Вам наши подарки И благодарность У вас появились вопросы Вы с чем-то не согласны Пишите комментарии С хэштегом Постскрипту Докладчик Будет отвечать На ваши вопросы В прямом эфире На канале Лаборатория Научных видео За последние пару лет Профессия врача-инфекциониста Конечно Обрела вокруг себя Определенный Мистический ореол На самом деле Все обстоит Более прозаично На дай Субтитры создавал DimaTorzok